Уважаемые коллеги, меня зовут Геворкян Елена Николаевна, я первый проректор Московского городского педагогического университета, и я расскажу о разработке и внедрении исследовательского протокола. Это одна из частей стратегии развития университета до 2025 года, и скорее я буду говорить не о разработке, а о доработке и совершенствовании исследовательского протокола. Мы долго думали, какой лозунг или какой эпиграф выбрать к нашему проекту, стратегическому проекту, и решили взять за основу слова Густава Малера, который говорил, что традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. И главное в нашем исследовательском проекте, в части стратегии развития университета – это сохранение традиций и в то же время поиск нового, поиск инновационных моделей развития. Университет существует 25 лет, и за первые три года у нас были только проекты, инициированные департаментом образования города Москвы. Мы еще тогда не имели такого авторитета в научном сообществе России, в научном сообществе Москвы, и поэтому нас финансировал только департамент, тогда это был департамент образования города Москвы. В 2008 году мы выиграли первый федеральный проект, тогда казалось, что это колоссальная победа. Он был совсем маленьким, он стоил всего 6 миллионов рублей. Сегодня, к 2020 году, когда нам исполнилось уже 25 лет, университет реализует и федеральные, и международные проекты, и проекты, конечно же, те, которые инициированы департаментом образования и науки города Москвы. И сегодня объем научных исследований в нашем университете достиг 850 миллионов рублей. Какие стратегические задачи были нами поставлены при разработке этого проекта, и какие были ориентиры на изменение развития? Ну, во-первых, это соответствие, стратегическая задача, это соответствие российским и мировым традициям развития образования и науки. Это самая главная задача, которую ставит перед собой университет на следующие пять лет. Чем мы ориентировались? Конечно, мы ориентировались майскими указами президента Российской Федерации, и мы ориентировались программой стратегического академического лидерства, который сейчас разрабатывается в Министерстве образования и науки. Какое было предложено проектное решение? Ну, первое, это формирование инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества научных исследований. Что уже сделано нами в этом плане? Уже часть этой программы у нас реализована, во-первых, создан фонд поддержки инициативных исследований Московского городского университета. Из этого фонда финансируются те проекты, которые сегодня еще не нашли поддержки в департаменте образования или федеральных проектах, но мы считаем их перспективными, и они могут вырасти в те самые федеральные и городские проекты. В наших институтах действуют сегодня уже семинары для молодых ученых. Это не только аспиранты, это и студенты старших курсов, и наши молодые преподаватели, то есть и аспиранты, и магистры, и ассистенты. Перед нами сегодня ставят задачи разработки стратегического протокола, социологического стратегического протокола, и перед нами ставят задачи привлечения к нашим исследованиям специалистов, молодых ученых из других регионов. Сегодня у нас для этого есть определенные условия. В МГПУ строится своя гостиница, и как только она войдет в строй, можно будет приглашать молодых ученых из других регионов. Самая главная задача, та задача, которую перед нами ставит Департамент образования и науки, как наш основной заказчик, это ориентация наших научных исследований на конкретного потребителя. Мы планируем проводить отбор тематики научных исследований, в том числе и с привлечением базы больших данных. Сегодня проведен первый пилотный проект, когда мы исследовали запросы москвичей, запросы города на проведение исследований. Но это пока пилотный проект, и большие данные нам здесь очень помогут в выработке нашего стратегического развития. Московский городской университет – это прежде всего университет, и для нас главной задачей является использование результатов научных исследований в образовательных программах в обучении наших студентов и аспирантов. Сегодня примерно 90% наших магистрских программ спроектированы с учетом результатов научных исследований. Мы ставим перед собой цель, чтобы в наши программы входили те научные исследования, которые нашли отражение в международных публикациях, в тех публикациях, которые индексируются в международных наукометрических системах. Следующая задача нашего проекта – это обеспечение открытости и доступности отбора и результатов научных исследований. За 25 лет своего существования университет стал серьезной экспертной организацией. Нашими учеными дается более тысячи заключений на авторефераты по защите докторских и кандидатских диссертаций ежегодно. Университет выступает в качестве ведущей организации по защите диссертаций. Кроме того, наши научные мероприятия позволяют нам позиционировать наш университет как серьезную научную организацию в рамках научных конференций, симпозиумов, круглых столов и так далее. Следующая задача, которая стоит перед нами – это повышение публикационной активности наших преподавателей и научных работников. Это одна из главных задач, которую ставит программа стратегического академического лидерства. И для того, чтобы наш университет стал опорным университетом, нам необходимо работать над этими показателями. Здесь достигнуты уже определенные результаты. Более 40% публикаций наших ученых входит в ядро РИНС. Более 40% наших преподавателей имеют индекс Хирша выше 12. Мы стимулируем наших преподавателей за публикационную активность. Только в 2019 году преподавателям и научным работникам было выплачено больше 6 миллионов рублей. Что нам предстоит сделать? Пожалуй, самая амбициозная задача – это включение вестников МГПУ в международные наукометрические системы. Это увеличение количества публикаций, которые публикуются нашими авторами в журналах первого и второго квартелей Scopus и Web of Science. Для решения этой задачи нам предстоит создать службу поддержки наших преподавателей, которые планируют публиковаться в журналах, рецензируемых в наукометрических международных системах. Итак, что мы видим основными результатами реализации нашего проекта? Конечно, основной результат реализации проекта – это укрепление научной репутации университета. О всех остальных результатах я уже сказала, комментирую предыдущие свои слайды. Ключевые показатели эффективности реализации нашего проекта. Нам представляется, что основным показателем, ключевым показателем нашего проекта должно быть привлечение молодых ученых к реализации наших научных исследований. Благодарю за внимание.